На протяжении многих лет мы регулярно рассказывали вам о бенефисах цинизма и вранья в русском мире. И с каждым новым сюжетом ты пребываешь в полной уверенности, что пробить дно сильнее россияне уже не смогут. То есть уже точно ничем не удивят. Но вот проходит день, иногда неделя, и ты как в первый раз сидишь перед телеком в состоянии глубокого шока. Нет, друзья, скрипоносцы всё-таки умеют удивлять. А старина Геббельс на их фоне пацан невинный. И сейчас вы поймёте почему. Вы посмотрите, ведь там проводится на Украине политика выжженной земли. В прямом смысле. Да, это мы заметили. Это то же самое, что было в годы войны, когда немцы отступали, были прямые указания войскам сжечь всё то, что оставляется. Этот сюжет обязательно попадёт в папочку «Избранное». Ну хотя бы потому, что путинские фейкомёты явно превзошли себя. Ведь раньше на какие-то очевидные факты российские пропагандисты просто старались придумать отмазки. Ну, например, попали ракетой в дом или гостиницу. И жалко врут, якобы там какие-то наёмники сидят. Минобороны РФ сообщило, что в Харькове высокоточным ударом уничтожен пункт дислокации французских наёмников. Уточняется, что здание, где размещались боевики, уничтожено полностью. Теперь же убогие, как видите, изменили тактику. Они больше не утруждают себя выдумками. Россияне просто берут свои преступления и заявляют, это всё сделали хохлы. Что кому не ясно? Даже свои же города, оказывается, украинская армия в пыль стирает. Наши взяли город, и смотришь, руины. И корреспондент спрашивает, а что, вы вошли в такой город? Он говорит, нет, мы вошли в нормальный город, где стояли нормальные полноценные здания. И ты слушаешь такое, иди, удаёшься? Вот поворачивается же вообще у нелюдей язык. Руины Волновахи, Мариуполя, Маринки, Рубежного, Попасный и так далее по списку. Это ведь всё перед глазами. Целые города, стёртые в пыль после начала СВО. Вот Маринка. Никого нет, видите? Ни машин, ни людей. Только взяли вот. А вот теперь смотрите. Вон оно. Знамя Победы, знамя 150-й древеской дивизии. Вот она, наша Маринка. После Бахмута посмотрел Маринку и думаю, да нет, ну... В Бахмуте ещё всё-таки какие-то здания были. В Маринке нет ничего, разрушено всё. Причём стирали их, напомним, прямо с мирными жителями. Нигде, ещё раз нигде российская армия не дала жителям Донбасса коридор. В итоге по всему Донбассу теперь братские могилы. А чудом выжившие люди в петлю лезут, поскольку не могут нормально жить после того, что перенесли и увидели. Умирают очень часто. Ноги не выносят, вешаются. Ой, Господи. Ну, на какую я, мужик, заповесил всего месяц назад. Так кто это сделал? Кто сломал жизни миллионам? Кто на многоэтажке Мариуполя перед камерами авиабомбы сбрасывал? Тоже хохлы? Ну, вот на наших глазах российская авиация ударила по жилой пятиэтажке. Сейчас горят верхние этажи здания. А теперь Россия ровно так же нещадно бомбит крошечный угледар. Причём, опять-таки, здесь не нужно ничего придумывать. Сами скрипоносцы хвалятся обстрелами. Например, вот так бьют по угледару из тяжёлых огнемётных систем, выжигая всё живое. Включая мирных жителей в подвалах. Под угледар переброшены тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Так что для ВСУ дело в буквальном смысле скоро запахнет жареным. И такие обстрелы с радостью крутят не только какие-то пророссийские группы в соцсетях, но и государственные федеральные каналы. То есть ровно те же, кто со временем будет себе на голову белый кокошник цеплять. Действительно поступают сообщения, что наши войска уже на окраинах угледара. Поддержку нашим штурмовикам оказывает реактивная артиллерия. Идёт активная артподготовка. Мы, конечно, ждём официальных подтверждений и сообщений от нашего Министерства обороны. А если кому мало угледара, можем Краматорск показать. Город пока ещё тыловой. Что никак не мешает российской армии фигачить кабами просто пожилым многоквартирным домам. Так кто после себя, как немцы, выжженную землю оставляет? Ведь там проводится на Украине политика выжженной земли. В прямом смысле. Да, мы заметили. Вы слышите гул выстрелов и пожарищей? И показывают. Это, говорит, украинские части, которые покинули город, теперь методично его уничтожают, стирают с лица земли. При этом, если бы Украина реально жестила на фронте, то за 10 лет войны от того же Донецка остались бы лишь кусочки щебня. Мы же все этот темник про 8 лет домбили бомбас много раз слышали. 8 лет нацистские сволочи утюжили Донецк. 8 лет. Все молчали. Все молчали. Но центр Донецка после якобы многолетних бомбардировок выглядит вот так. А теперь сравните его с центром Маринки или Бахмута. После всего нескольких лет спецоперации. То есть даже спорить нечего. Надо просто глаза иметь, чтобы понимать, где армия, где каратели и военные преступники. Но, как говорится, на то она и пропаганда, чтобы черное в белое превращать. Причем с обстрелами это же не какой-то уникальный случай. Мы, например, каждый раз улыбаемся, слушая, с каким праведным дневом зет-патриоты комментируют курскую операцию ВСУ. Особенно после курских событий, конечно, был вопрос. А тогда для чего нам ядерное оружие, если кто угодно может прийти нам на территорию, убивать людей, пленить людей, выводить за территорию, а мы при этом даже находиться на каких-то красных линиях. Всем ясно? То есть им, когда вздумается, на территорию Украины можно вторгаться. Можно рушить города, убивать и калечить людей. Но как только Украина перенесла войну на территорию РФ, российских людоедов попердолило не по-детски. Они это прям несправедливостью считают. Ну хахли, ну вот мы вам сейчас ядеркой зададим. Представьте себе массированный налет БПЛА, в том числе ракет с территории Украины на территорию России. При этом мы понимаем, что эти ракеты и эти БПЛА в том числе появились на Украине за счет западной поддержки, за счет стран НАТО. И в этих условиях, при угрозе нашему суверенитету, Россия, это очень важно согласно новой доктрине, оставляет за собой право нанесения ядерного удара. На кого рассчитаны эти убогие страшилки с изменением ядерной доктрины РФ, сказать сложно. Ну разве что на этих же городских сумасшедших в студиях. А то они там на эфирах в последнее время скучали. Зато теперь можно будет с недельку-другую грозно щеки понадувать. Стоит ли Украина и нелегитимный Зеленский ядерной войны? Если российские радары фиксируют пуск, например, Storm Shadow, Scalp или Attack MS, ответ будет не по Украине, а по Лондону, Парижу и Вашингтону. Правда, есть мнение, что подобной риторикой пропагандисты делают себе хуже. Говоря просто, загоняют в угол не только коллег по браваде и вранью, но и Путина. Ведь хомячки на диванах реально будут даже за беспилотники ядерку в ответку ждать. А этого не случится, ведь Путин, конечно, поехавший, но не самоубийца. И даже тактической ядерки хватит, чтобы на России поставили крест, в том числе и ее союзники на бумаге. Главная задача курской авантюры была в том, чтобы Россию спровоцировать на применение тактического ядерного оружия, чтобы в последующем ее дискредитировать перед ее партнерами и союзниками глобального юга. Это те страны, которые считают применение ядерного оружия необоснованным. Короче, как только на неделе снова массово полетят украинские мопеды, готовимся вместе троллить раскативших губу россиян. Вангуем будут почти ядерные подрывы скрепных мест уропатриотической публики, а следом за ними серьезные разочарования. По словам президента, условия применения ядерного оружия описаны максимально подробно. Ими теперь служит массированное пересечение границы вражескими самолетами, причем не только стратегической, но и тактической авиации, то есть любыми боевыми крылатыми ракетами и, что особенно важно, беспилотниками. Вот почему мы двумя руками за то, чтобы пропагандисты всячески завышали ожидания народа от СВО. Даешь побольше липовых побед и ложных ожиданий. Причем, конечно же, речь идет не только о применении ядерки. Например, мы долго улыбались, слушая победные сказки пропагандистов, то об уничтожении почти всех украинских Аф-16. Сейчас, не знаю, информация прошла от х***а, что 4 в 16-х накрыли бедным тазом. Да-да-да. В рамках ракетного удара, который происходил сегодня, дай бог, чтобы подтвердилось. То о выходе оккупационной армии и внимание на один из берегов Дона. И когда там западные СМИ заявляют, что это не оперативный успех, это именно оперативный успех. И очень неплохой. Ну давайте дождемся результата. И я не согласен, что там не будут контратаковать. Вот когда мы в степи выйдем, это как раз поле для рассекающих, охватывающих ударов и прямой путь к левому берегу Дона. Мы сначала было подумали, что товарищ Алкотитан просто оговорился. Ну может, об вот этом Доне думал? Что такое Дон? Ну а с другой стороны, после Курской области, забег российской армии, в том числе и до Дона, уже не кажется чем-то нереальным. Сеем додики слили, а Дон чем лучше? Хотя пропагандисты в своих фантазиях, конечно, Днепр имели в виду. Мы реально хохотали, слушая влажные мечты о бегстве хохлов через Днепр и подрыве мостов. И сегодня самый наш главный успех это в том, что надо пройти, что агломерации, выйти в степи. Тогда вся остальная группировка, то же касается Запорожья, да, Херсона, она окажется в очень незавидном положении, им придется что? Бегом убегать. А вот тут как раз, чтобы сильно не бежали, мостики-то надо и подорвать. Причем обратите внимание, впервые смешная байка про «выманим в степи победим» прозвучала из уст другого пропагандиста более двух лет назад. Якобы хитрый стратег Шойгу специально увел армию с Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, чтобы с хохотами в степи разобраться. Это мне не стало понятно. Какова стратегия нашего генерального штаба? Именно генерального штаба, именно военных. Мне понятно, вот стали предыдущие маневры, почему мы заходили так, почему потом вышли и вернулись сюда. Задача нашего генерального штаба – нанести военное поражение армии киевского режима здесь, в Донецких и Запорожских степях. И очень хочется уточнить. Ну так что там, разобрались? Не кажется вам, что разборки чуток затянулись? Но вместо анализа старых обещаний, путинские болванчики просто делают лицо кирпичом и выдают их в качестве новых. Ну а что? Все равно память у холопов, как у рыбки гупи. Авось снова проглотят и промолчат. Вот только у нас для пропагандистов так себе новости. Подобная тактика вранья и переобувания, если и эффективна, то только на коротких дистанциях. И чем больше будет проходить времени, тем сильнее будет расти недовольство зет-патриотов. Ведь разочарование капелька за капелькой, но наполняет чашу терпения. Чашу, которая рано или поздно обязательно лопнет.